кстати забыл сказать по моментам связанных с непосредственно зависимостью от команды это не тот танк который в общем будет тащить если его не кинул в самый топ и даже если вы кинет самый топ уязвимая башня не всегда дает ему возможность тащить все-таки либо надо иметь какой-то танк альфач который будет альфа и выбивать вражеские танки с двух-трех попаданий до либо иметь бронированный лоб который позволит танковать и тоже за счет этого выживать то есть допустим на черри тире немножко будет проще тащить в одиночку здесь сложнее даже попадая топ вы очень сильно будете зависеть от команды вот как пример у нас можно посмотреть вот этот вот бой до который сейчас продемонстрирую здесь мы попали не очень удачно потому что команда нубов по большому счету хотя в общем по балансу мы находимся примерно среди равных соперников но в итоге как мы не старались ребята слились со счетом 15-0 то есть и мы со своими скромными тысячи урона это там соответствует порядка семи выстрелов точные да вот мы слились в итоге в сухую вот и сделать ничего с этим невозможно потому что когда у вас команда дураков собралась то сделать в принципе вы ничего не можете да вот и поэтому зависит танк от команды несмотря на то что он может до мобильной может менять позицию в него он инициативной машина является но все равно есть команда днища то в общем ничего особого не получится но даже с этим как видите танк выходит в плюсы хотя опять же очень мало дает опыта этого не совсем понимаю почему толковые игроки в проигранных боях должны платить штрафом по опыту из-за того что их не союзники мягко говоря дураки вот но тем не менее здесь вот в принципе посмотрите потом в бою удалось довольно таки неплохо подамажить хотя просто поражаешься как ситуация сворачивается в свиток какой-то да и очень уже очевидно что вытянуть бой невозможно вот с другой стороны попадая в бои где чуть-чуть помощнее танки противника да можно тоже на открытых картах неплохо настреливать но опять же довольно таки много зависит от позиции да от вашей активности и от того как попадет по вам артиллерия или нет вот очень уязвимый для артиллерии танк и в этом бою вы тоже посмотрите сколько сильно это влияет поэтому иногда я бы рекомендовал вам вместо сетки поставить окраску да и всем выкачать маскировку тогда можно будет поставить подбой и это какой-никакой на неплохой шанс защитить танк потому что совершенно невозможно предсказать куда полетит снаряда попадет у нас не попадет вот в том бою я вроде ехал очень быстро все равно артиллерия по мне умудрилась попасть в общем подбой явно не помешает как бы и собственно говоря я не зря на во флипазик поставил тоже подбой снял сетку конечно стала машина более заметная вот кустовых позиций играть сложнее но зато в экшен намного проще то есть можно особо не бояться контузии да можно не бояться там прилетов уасов так сильно по крайней мере не намного реже критует намного реже наносит серьезный урон то есть можно действовать активно вот примерно та же история здесь у нас на челленджере но опять же говорю надо прокачивать маскировку и ставить камуфляж тогда это вполне себе работает неплохо ну а здесь мы пытаемся добраться до вражеской артиллерии да был здесь шанс захватить базу но опять же надо было сначала снять артиллерию но наш союзник решил что лучше сразу стать на захват он даже не додумался поехать проверить где стоит вражеская артиллерия до снять ее а потом вернуться он у нас просто действует прямо линейно встает на захват обнаруживаться в позицию чем полный бред короче говоря так действовать нельзя вот но мы здесь пытались сушку как-то подловить ждали ждали откатывались она все не решалась туда поехать и вот именно достать не можем и обнаруживать себя нельзя поэтому приходится объезжать через эту а тем временем обратите внимание союзничек со 100 хп обновился до 40 да то есть со 100 процентов до 40 то есть 60 процентов хп ему арта сняла одним попадание потому что он у нас молодец он стоял на одном месте вот он арту не снял и сразу встал на захват и еще стоял на одном месте то есть очень полный бред в общем так играть надо в кавычках но здесь мы пытались сушку снять данную сна снял союзник мы стреляем тут пока в эхе снаряд здесь получается под углом попасть попадает в броне да сверху есть попал в башню то пробил бы но попадает немножко под углом поэтому рикошетит если бы здесь союзник конечно был по умнее он поехал снял арту да то уже можно было хотя бы по фрагам здесь отыграть да еще может там даем было про забрать кого то есть мы все равно проиграли бог бои ну как бы не было настолько обидно да и также он мог вот здесь например занять позицию до отбиваться отстреливаться откатываться малозаметной скорострельности и вообще мобильности мы позволили бы это делать но он не воспользовался своими преимуществами а действовал в общем просто дико примитивно вот и зачем было ехать за мной вообще непонятно то есть на этом направлении никого не было он все равно поперся сюда в общем ну сорока шестипроцентный гроб что тут говорить вот и к сожалению слив хотя принципе затащить здесь можно было вполне это себе было реально да то есть по крайней мере был шанс если по он задержал здесь противников да можно было поехать с ней сушку по дороге снять артиллерию и вернуться встать на захват да вот тогда вряд ли бы к в х за нами поперся если бы там был была перестрелка ну конечно если бы за вас за нами сюда залез к вышка то было бы сложно то есть захват мы уже бы вряд ли сделали пришлось бы маневрировать вот и отыгрывать на поворотах очень потребовался большой скилл но тоже можно было затащить но опять же если бы здесь был скилловый на е25 игрок и опять же если бы был скилловый на е25 игрок то он бы уже набил намного больше фрагов то есть вот такая вот дилемма ну ладно с переходим к следующему так чтобы вас не расстраивать все время проигранными боями да хотя не опять же являются самыми поучительными и в общем то их как правило где-то около половины ну или у самых-самых таких тощунских ребят порядка 30 процентов то в этот раз у нас будет естественно победный бой карточка степи вот здесь мы довольно таки резво идем по флангу немножко рискованно но у нас здесь оптика поэтому есть шанс что противник не успеет отреагировать до того как обнаружит нас а мы его наружим как правило заблаговременно оптика это позволяет здесь можно играть в стиле комета до заползать на вот эту горку но опять же так танковать как как танкует комет своей башенкой у вас вряд ли получится поэтому в общем старайтесь как-то аккуратнее действовать вот лучше выбирать такие обходные позиции накидывать противнику на маневре да но здесь удалось только м4 в кино потому что не очень широкие борта высокие вот но к в 13 нас даже не заметил у него там обзор нехти в общем откатываемся назад потому что нам под огнем находиться нельзя здесь вообще ожидалось что союзники вообще ничего не будет делать как обычно но как ни странно подтянулись немножко и поэтому уже можно так выкатываться поверье стараться использовать шанс так и засветился соперник туда бить закидываем м4 вообще непонятно куда там прилетел снаряд но все-таки пробил хотя в общем лобовой брони стоял у нее донский хорошая лобовая там 120 миллиметров влд башня примерно столько же ну она довольно рикошетистая как бы вот сейчас несколько попаданий мы не смогли пробить нам 400 здесь уперся совсем не хочет отъезжать поэтому конечно же используем шанс стреляем но слишком долго он простоял поэтому союзники его добил вот несколько попаданий мы успели туда сделать и в общем-то свою лепту внесли вот здесь это лишь 41 остается вообще 1 изнизить за тавтологию да и поэтому не использовать этот шанс нельзя включаем автоноведение так вот начинаем маневрировать откатываться здесь нам союзники помогают даже немножко что в общем то неплохо что как говорится в наше время редкость да вот и выкатываемся на к в 13 но естественно что к в 13 тут уже до нас забрали но мы посвятили е25 что тоже немаловажно потому что машина опасная как бы хотя в одиночестве оставшись она же особой угрозы для нас здесь не представляла ну а ситуация как бы здесь развивается таким образом что правый фланг мы задавили а противники сейчас давят левый фланг поэтому нам надо туда перемещаться и помогать союзникам вот что естественно мы будем делать потому что иначе затащить невозможно плюс даже вот здесь вот остановившись и встречая противника мы повышаем шансы что успеть все-таки захватить базу далее чтобы поехал пантере очень быстро она развернулась толстые и борта там по миллиметров 60 или 80 выдержали попадание одно в общем то неплохо на но мы дали свет союзник он сдамажил неплохо его на половину хп и вот снова подсвечиваем и начинаем стрелять она вынуждена она хотела сбить захват вот поразила своей стабилизацией пробила и попала пробила на ходу вот но время мы выиграли если останавливаем и дерзали вперед-назад что в общем заняло время на прицеливание так он не смог выстрел сделать то есть здесь мы фактически задержали два танка вот уже захват на 83 процента но здесь каким-то чудом поймали еще одно попадание не вижу от кого вот ну понятно что откатываться да вот откатываемся уходим на безопасное расстояние наверно это был т29 вот и отлично мы выиграли время произошел захват все победа то есть вот такой короткий но интенсивный бой там почти 2000 дамага собственного 700 там с небольшим точнее почти 800 там дома косвенного и вот такой вот результативный бой то есть как видите когда команда более-менее грамотная да и плюс рельеф позволяет играть от свои преимущества уже в н обзора там скорострельности то можно неплохо тащить бои но опять же не забывать о том что машина довольно таки командозависимая хотя вот тоже чареотир благодаря альфе уже все является более такую и самостоятельной что ли машиной вот но на этом все пожалуй рассказывать больше нечего кому понравилось ставим лайки подписываемся и до новых встреч пока